МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вечер вторника, 27 ноября. Провожу с вами я, Егор Матаев, в эфире новости на Катун-24. Вначале коротко о главном. Новые подробности резонансной истории с закрытием больницы в поселке Восточном. После выхода сюжета в эфир история получила новый поворот. Россияне стали пить в три раза больше кофе, чем раньше. Вынесли вердикт социологи по результатам исследований. С чем это связано? И независимость ли это? Итоги благотворительного марафона «Поддержим ребенком» подвели сегодня в Молодежном театре Алтая. Скольким детям помогли за этот год? Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал документы о кадровых назначениях. В РИО руководители инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края назначен Олег Веремеенко. Ранее он занимал должность временно исполняющего обязанности генерального директора регионального фонда капремонта многоквартирных домов. Управление молодежной политики и реализации программы общественного развития Алтайского края возглавит Екатерина Читошникова. Ранее она была проректором по воспитательной работе в Алтайском педоуниверситете и главой Алтайского центра развития добровольчества. Евгений Нечипуренко назначен начальником управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края. Он уже занимал эту должность до 2014 года, после чего переехал в Крым, где возглавил местную пресс-службу Управления Федеральной налоговой службы. О временно исполняющем обязанности начальника управления по госрегулированию цен и тарифов назначен Олег Колосков. Ранее он был в РИО заместителя начальника. Освобождены от должности по распоряжению губернатора двое. Экс-начальник управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края Максим Герасимюк, а также бывший начальник управления по госрегулированию цены тарифов Сергей Рот. Продолжаем выпуск. Филиал поликлиники номер один в Барнаульском микрорайоне Восточный решили все же не закрывать. Об этом заявили в Минздраве региона. После выхода в эфир сюжета, где мы подробно рассказывали, что единственную детскую больницу в микрорайоне хотят закрыть из-за якобы прохудившейся крыши. Напомню, новость о закрытии больницы вызвала бурное негодование у горожан. В микрорайоне проживает около полутора тысяч детей. Многие из них растут в многодетных семьях. Родителям дорого и неудобно ехать до педиатра за справкой или прививкой на общественном транспорте. Тем более на Восточном он ходит нечасто. По этому поводу барнаульцы подняли настоящий бунт. Жителями Восточного пообщались представители Минздрава и решили, в ближайшее время филиал больницы не закрывать. Однако здание действительно требует ремонта. Поэтому в ближайшее время Минздрав будет принимать решение о переносе филиала в другое здание, либо о ремонте действующего помещения. Услышали их обеспокоенность, услышали то, что жители озвучивают сложности с транспортной доступности до поликлиники, которая находится на улице Строителей 23А. И было принято решение продолжить работу данного структурного подразделения. Пройти бесплатный и анонимный тест на ВИЧ смогут жители региона. Алтайский край присоединится ко всероссийской акции «Стоп ВИЧ СПИД». Он пройдет в трех городах. Давайте посмотрим, когда и где. В Барнауле бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ пройдет 27 ноября в торговом центре «Пионер». 30 ноября в алтайском филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. 1 декабря всех желающих пройти обследование ждут в Краевом дворце молодежи, а 3 декабря в Лицее железнодорожного транспорта. В Бийске всех желающих ждут с 27 по 29 декабря в СПИД-центре. В Рубцовске акция пройдет с 4 по 6 декабря в клинико-диагностическом центре по адресу Федоренко 21А. Как рассказали медики Краевого спид-центра, анализ по крови – один из самых точных экспресс-тестов. Специалисты возьмут несколько капель крови из пальца на тест-полоску. Результат станет известен уже через 10-15 минут. Продолжаем тему здоровья. А что вы любите больше – чай или кофе? Знали ли вы, что кофе, например, россияне стали пить в три раза больше, чем раньше? Такой вердикт вынесли социологи по результатам исследований. По их мнению, первая причина – кофе стал доступнее по цене. А вот вторую высказывают уже медики – кофе вызывает одну из самых сильных пищевых зависимостей. Но не каждый кофе полезен. Самый распространенный для продаж растворимый кофе – и пакетики три в одном. Зачастую оказываются не то что пустышками, но и вредят нашему организму. На производстве растворимого кофе, по словам исследователей, чаще всего используют самый дешевый и экономичный сорт – робусту. Это может быть чревато для желчного пузыря и желудка. Вызвать изжогу боли при частом и чрезмерном употреблении. Также растворимый кофе производят как выжимку натурального – с помощью прессования или вымораживания. Это лишает его ценных веществ и делает пустышкой. Если бы на производстве вы посмотрели, вы бы не захотели пить растворимый кофе вообще. Потому что запаха растворимого кофе на производстве практически нет. Он ничем не пахнет. Все остальное – это небольшие добавки к кофе, которые и придают ему вот такой немножечко запах. Также растворимый кофе может иметь другие добавки, например, цикорий. Но такой продукт называется кофейным напитком. Поэтому, если вы решили купить растворимый кофе, ищите упаковку с надписью «Сделано из натурального кофе» либо «Натуральный растворимый». А еще лучше забыть о пакетиках 3 в 1 и других порошковых кофе и варить натуральный молотый. Механизаторы из Алтайского края Сергея Копкина наградят Орденом Дружбы президент страны Владимир Путин. Сегодня в Москве состоится торжественная церемония вручения государственных наград представителям разных профессий. Сергей Копкин работает механизатором уже 39 лет. Трудится в хозяйстве России Новичихинского района. Всю свою жизнь он посвятил работе в сельхозхозяйственной отрасли. Профессионально освоил различную сельскохозяйственную технику. Зимой механизатор занят обслуживанием животноводческих ферм. Обеспечивает бесперебойное кормление более 1300 голов крупного скота. А теперь расскажем о других выдающихся тружениках сельского хозяйства. Орден Красного Знамени по итогам пятилетки. Два знака почета. Губернаторская премия Семена Пятницы и Варвары Бахолдиной. Это награды механизатора Валерия Карасева. И в свои 72 года Валерий Павлович по-прежнему работает в поле. Историю тракториста с большой буквы узнала Елизавета Конева. Валерию Павловичу 72 года. Вот уже более полувека он просыпается в 7 утра, чтобы сесть за роль своего комбайна. Первый человек в профессии. Так говорят о нем сослуживцы. Вместе работать начали с 88-го года. Вместе работать. Что это за человек такой? Сосед мой самый главный. Душа в душу прожили. Ни раз не ругали, все проработали все время вместе. Как правильно сеять, как к технике относиться, все рассказывали. Обычно трактористы устанавливают в кабину музыку, чтобы не скучно было. А для Валерия Павловича любимая мелодия – звук мотора. С первых нот распознает поломку. А это мотор первого комбайна тракториста. 24 сезона отпахал в поле вместе с Валерием Карасевым. Хотя мальчишкой представить не мог, что работа в поле станет делом его жизни. У нас отец работал на тракторе, потому что трактор был дома. Приезжал с работы, он дома стоял, мы маленькие лазили и так втянулись. Мы еще пацанами были сколько там лет? Ну 10-12 лет уже за рычагами были. Потом пахали уже, помогали отцу. Наград у Валерия Павловича много, правда показывает неохотно, скромничает. А рассказать-то есть о чем. 88-й год – Орден Красного Знамени по итогам пятилетки. Два знака почета, затем рекорды района по уборке зерна. Вот уже 11 лет он на пенсии, но расстаться с любимым делом просто не готов. Работа тяжелая. Лето, жарко, духота, пыль. А что делать? Работать надо, помогать надо. Мы втянулись уже без этой работы и как-то плохо. С нетерпением ждет нового сезона урожая Валерий Карасев и сейчас, когда рассматривает собранные в прошлом году колосья. Ее видно по обмолоту. Если она хорошо вымолочится, созрела. А если не влажноватая, она не вымолочится и склонится. Молодым трактористом он наставник и учитель. К нему уйдут за советом и механики, и инженеры. Если пшеница не подошла, то он ее не будет убирать. Он скажет, зачем вы меня сюда отправили, там, бригадирец ли отправил, или там, вдруг я. Он не будет делать глупости. Есть люди, которые просто по команде делают свою работу. Этого человека нет, он все-таки относится к ней ответственно. Вот он приезжает к механику на отделении, говорит, Александр Иванович, у меня почти не зашумел вот там-то, там-то. Он говорит, я не слышал, чтобы он шумел, а он, его реально со стороны не слышно, а он уже чувствует. В этом году Валерий Павлович получит губернаторскую премию имени Семена Пятницы и Варвары Бахолдиной. И заслужено. Он накормил не одно поколение жителей нашего края. 52 сезона. Цифра нешуточная. Елизавета Конева, Анатолий Фукс. Новости. 15 миллионов 600 тысяч рублей пожертвовали жители Алтайского края в этом году в рамках краевого благотворительного марафона «Поддержим ребенка». Итоги работы подвели сегодня в Молодежном театре Алтая. За сухими цифрами сотни детей со сложными и редкими диагнозами, жизни которых теперь стали чуточку легче. Их истории далее. Александра Ковальчук – ребенок-бабочка. Такие дети чувствуют боль от малейшего прикосновения или поцелуя маму. Их кожа нежная и очень хрупкая. Семилетней девочке каждый день требуются повязки с дорогостоящими мазями. И, конечно, сам перевязочный материал тоже мог бы обойтись в копеечку. Если бы не помощь благотворителей, которые уже много лет оказывают семье Ковальчук, в рамках марафона «Поддержим ребенка». Благодаря этому, говорят родители Саши, состояние кожи ребенка при столь тяжелом диагнозе хорошее. Прогресс налицо. В этом году девочка пошла в школу, занимается вокалом, играет на фортепиано. И с нами марафон уже на протяжении в этом году уже как пять лет. Но, к сожалению, пока наше заболевание неизлечимо на данном этапе. Мы надеемся, конечно, что произойдет чудо. Но благодаря марафону у нас есть возможность поддерживать ее состояние. И это перевязочными материалами, которые, к сожалению, даже не производятся в России. Они все производятся за рубежом и, естественно, стоят очень больших денег. За девять лет марафона неравнодушные жители края собрали 111 миллионов рублей. 7 тысяч детей получили поддержку в лечении и помощь в реабилитации. На собранные деньги закупают жизненно важные препараты. Оборудование для больниц, ходунки, пневмокостюмы. Проводят тяжелые операции для детей, а также отправляют их на операции в другие страны. В этом году закупили инсулиновые помпы для детей, больных первичным сахарным диабетом. И препараты для детей с детским церебральным параличом. Большая для родителей радость, что когда ребенок начинает ходить самостоятельно, без поддержки, спускаться на различные, не только по ступеням, на любую возвышенность. Когда ребенок начинает владеть другой рукой, которая была поражена, для нас это счастье. Порой кажется, что это нужно не только тем детям, которые оказываются помощью в результате собранных средств и пожертвования. Это нужно и взрослым, это нужно для души каждого неравнодушного человека. В этом году марафон и это мероприятие имеют свою специфику. Мы присоединились к большой общемировой семье, которая объединяет более стран мира. А более 200 городов и населенных пунктов в России называется «Щедрый вторник». Акция приурочена ко Всемирному дню благотворительности и объединяет больше 100 стран мира, 200 городов и населенных пунктов России. Кстати, среди активных участников марафона, а теперь уже и «Щедрого вторника» – Министерство управления предприятия края, а также отдельные предприниматели и жители края. И большинство благотворителей, как, например, депутаты КЗС, участвуют в марафоне с первого дня. Действительно, вот наглядный пример, когда мы всем миром решаем очень важные дела в помощи нашему подрастающему поколению. Итогом вот этого марафона мы одномоментно собрали сумму практически 180 тысяч рублей. Это физические лица, а у нас депутаты есть еще руководители предприятий, поэтому с учетом юридических лиц сумма почти полтора миллиона рублей. Присоединиться к марафону и помочь другим таким же детям, как Саша Ковальчук, может каждый, перечислив средства на оказание помощи детям с тяжелыми заболеваниями на расчетный счет Алтайского краевого отделения Российского детского фонда с пометкой «Благотворительные пожертвования» на марафон «Поддержим ребенка» или отправить слово «Ребенок» на номер 7715. Екатерина Варкентин, Сергей Седых, Новости. В Белокурихе тоже подвели итоги благотворительного марафона. Жители города-курорта перевели на счет фонда марафона «Поддержим ребенка» 170 тысяч рублей. Жителям рассказали, какую поддержку получили дети города-курорта и со сцены поблагодарили тех, кто помог. А затем всем зрителям показали спектакль, который поставил семейный театр «Взрослые и дети» совместно с театральной студией «Смайлики». Это постановка «Корчак-Кадиш» о жизни и отрочестве польского педагога и гуманиста Януша Корчака. По мнению организаторов, за 9 лет существование марафон «Поддержим ребенка» стал всенародной акцией. Свыше 100 миллионов рублей перечислили за это время на лечение и реабилитацию тяжелобальных детей. Помощь получили более 5000 ребят с ДЦП, диабетом, целиакией, патологией органов слуха и другими заболеваниями. Продолжение некоторых тем выпуска смотрите в 20.30 в эфире телеканала «Катунь-24». Не забывайте про наши социальные сети, предлагайте свои темы, мы обязательно о них расскажем. Я желаю вам хорошего вечера. Увидимся через несколько часов.